На груду старых человеческих костей наткнулись рабочие, которые перекладывали трубопровод в селе Волчиха. В следственном управлении Следственного комитета края считают, что захоронение давнее. Тем не менее, по данному факту проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз, в том числе генетических. Следствием устанавливаются обстоятельства образования массового захоронения людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишут журналисты комсомольской правды Барнау со ссылкой на ведомство. Жители северной части Новоалтайска жалуются на плохие дороги и боятся быть отрезанными от города, сообщает полиция Брум. Многолетние ямы, похожие на лунные кратеры, находятся на всем протяжении улиц 2-й Луговой и 2-й Вокзальной. Дороги здесь не ремонтировали с момента распада СССР, жалуются жители. Новоалтайцы переживают, что северный микрорайон со всеми его десятью тысячами останется отрезанным от города, так как по дорогам сложно передвигаться не только людям, но и автобусам и автомобилям. С просьбой провести проверку по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей администрации Новоалтайска по содержанию ремонту дорог в прокуратуру обратились представители общественной организации «Гражданский патруль». Тем временем в Бийске планируют сохранить льготы пенсионерам по транспортной карте и после повышения пенсионного возраста. Людмила Бузунова, председатель Комитета по социальной политике Думы «Бийска» и ее однопартийцы «Единороссы» намерены выйти с предложением сохранить начисление на социальную транспортную карту. Сейчас для ее пользователей женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет начисляют 500 рублей. От фракции вопрос, внесен на рассмотрение Комитета по социальной политике, после будет вынесен на заседание Думы, сообщает «Бийский рабочий». Татьяна Голубева, Наши новости.